Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас особенная встреча, подготовленная благотворительным фондом помощи конникам Ваня. И в гостях у нас, не побоюсь этого слова, легенда советского и российского кино и телевидения. Человек, с чего голоса и улыбки начиналось практически каждое воскресное утро любой советской семьи. До сих пор его личность считается признанным символом российской телевизионной индустрии. Народный артист Российской Федерации Юрий Николаев. В актерской профессии Юрий Александрович попробовал свои силы еще участь в школе. После успешного окончания Гетиса последовала работа в театре и кино, но настоящее признание и успех пришли к нашему гостю с программой «Утренняя почта», ставшей одной из культовых передач советского телевидения. За этим последовали музыкальные программы «Голубой огонек», «Песня года», «Утренняя звезда», фестивали в песне в Юрмале, а позже такие продюсерские проекты, как развлекательная программа «Угадай мелодию», первая национальная премия детского творчества «Призвание», «Танцы на льду», «Достояние республики». Неиссякаемый поток творческой энергии Юрия Николаева и его неоценимый вклад в развитие отечественной медиакультуры не просто выделяют его на общем фоне. Сегодня Юрий Александрович – настоящая легенда и гуру телевидения. Он удостоен множества премий и наград. Последний из них в этом году стал специальный приз премии Муз-ТВ за вклад в жизнь. Юрий Александрович, конечно же, огромное спасибо за то, что приняли наше приглашение и согласились ответить на наши вопросы. Спасибо, что пригласили. Всегда очень рады вам. Прекрасное место, удивительные люди, ну и, конечно, лошади. Сегодня мы хотели поговорить с вами о милосердии благотворительности. Вы настоящий мэтт российского телевидения, эстрады и символ всей ТВ-индустрии СССР. Как вы считаете, как деятели нашей культуры и искусства, известные личности, могут использовать свои возможности на благо? Мы знаем фонды Хабенского, Челпан Хаматова. Это действительно фонды, это действительно реальная помощь детям. Это все реально, это все не для пиара. Это очень здорово, то, что делает Константин, и делает это он без шумихи, без прессы, без какого-то битя кулаками в грудь. Я считаю, что отношение к, ну все-таки будем говорить, к детям нездоровым, больными, очень серьезными заболеваниями должно быть и со стороны государства особое внимание, и, конечно, со стороны нас. Вот я приезжаю в клиники, разговариваю с детишками, конечно, смотреть на них это просто больно, но я не позволяю себе там, я улыбаюсь, я с ним разговариваю, я что-то им привожу, какие-то игрушки. Мы общаемся на абсолютно нормальном уровне, и, несмотря на их недуги, они понимают, что человек, то есть вот я пришел к ним с открытой душой, с тем, чтобы поговорить. Нам иногда кажется, что вот за пеленой вот этого мутного взгляда, ребенок ничего не понимает. Нет, он может не понимать, но он чувствует, он чувствует. Так вот, если в дореволюционное время с благотворительностью и меценатством в России было все очень здорово, то вот в советский период, мне кажется, что возникла такая тенденция, когда, например, детей-сирот, вот после Первой мировой войны, их как бы легализовали и приняли, и государство стало их социализировать. А вот насчет больных людей, нуждающихся в поддержке и помощи, и милосердии, принято было не говорить. Как табу? Потому что строитель коммунизма должен был быть здоровым, счастливым, красивым. Он не мог болеть. Ни в книгах, ни в кино не было ничего, ни одного персонажа, который был бы болен или нуждался в помощи. И вот эта тенденция, она, мне кажется, к сожалению, так неправильно повлияла на наше сознание отношения к проблемам благотворительности, что до сих пор мы пожинаем плоды вот этой установки. Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. Отношение к инвалидам в нашей стране было ужасным. Я помню, когда мой товарищ, баскетболист Иван Едешко вернулся, ну, у них было турне по Америке, они играли в баскетбол, и он рассказывал, что на площадке играли в баскетбол инвалиды. Я воспитанный на вот как раз то, о чем вы говорили. Эти проклятые капиталисты даже на несчастье... Инвалидов заставили играть в баскетбол. Да, да, вот так вот мышление. Затем я помню, в журнале «Америка» я увидел группу людей, слепых, которые поднялись на Эверест. И опять мое мышление сработало. И здесь умудряются болезни... На самом деле это великое уважение. Это великое уважение к людям. Они не считают их вторым сортом. Они считают их своими, не знаю, коллегами, абсолютно нормальными людьми. Давайте вспомним, все-таки меценатство на Руси, оно было обычным явлением. Ну, может быть, мы немногих знаем меценатов, но, тем не менее, и Третьяков, и Морозов, эти фамилии у нас на слуху... Сквозь века прошли. Да, конечно, конечно. И если бы не они, то мы много бы и не узнали. Там Третьяковская галерея не было. И многие художники просто бы были в стороне. Именно благодаря им. Да, говорят, они там скупали у бедных художников за копейки. Да, они скупали за копейки. Помогая бедным художникам в том числе и выжить? В те непростые времена. А когда они понимали, что эти картины у них покупают, они уже платили и художникам другие деньги. То есть здесь меценатство великую роль сыграло в России для того, что для нас, для потомков. Сегодня на таком каком-то меценатстве, ну, я не могу сказать чисто меценатстве, есть люди, которые, богатые люди, которые помогают конкретно какому-то дому, какой-то больнице, строят что-то еще. Да, это есть, это присутствует. В том числе Иосиф Давыдович Кобзон очень себя проявил в этой ипостаси. Да, Иосиф Кобзон сделал очень многое, очень многое. Причем для разных домов, для разных больниц. Неизвестная помощь была. Это не только люди искусства, отнюдь нет, отнюдь нет. Как раз вот люди искусства, люди пожилые, которые когда-то восхищали миллионы зрителей, все ходили, но вот, к сожалению, многие заканчивают в нищете свою жизнь. Хотя я знаю, что для этого делается сейчас и Союзом кинематографистов, и Министерством культуры. То есть такая работа ведется? Да, да. Чтобы пожилые актеры не чувствовали себя брошенными и одинокими. Конечно, конечно, да. Это точно я знаю, знаю. Другое дело, хватает денег, не хватает. И что мы понимаем под количеством, скажем, денег, необходимых для жизни, но это существует. И хорошо, что существует. Причем это в последние годы, в 90-е годы это было ужасно. Это когда наши звезды, кинозвезды просто... Мало того, что без работы, так еще и не было каких-то социальных фондов и организаций, которые могли бы им оказать помощь. Абсолютно, абсолютно точно. То же самое касается и спортсменов, которые так же, как и деятели искусства, были брошены на произвол судьбы целое десятилетие практически. Я встречал, не буду называть, олимпийского чемпиона, гордость нашей страны, который в Сокольниках работал на выдаче лыж. Вот он выдавал лыжи. А мы приехали снимать, договорились с ним, приехали на следующий день. Он надел вот эту свою ленту. И вы ахнули от количества наград, которые он завоевал для нашей страны. И человек выдавал лыжи там за сколько... Сколько он мог получать? Ну, 40... Ну, можно предположить, да. 50 рублей по тем деньгам. Сейчас, конечно, у спортсменов другие возможности, другие контракты и все по-другому. Я надеюсь, я так думаю, я не знаю, что они, как и спортсмены на Западе, в частности, вот хоккеисты НХЛ, я общаюсь и со Славой Фетисовым, и с Могильным, и с Пашей Бурой. Они после окончания своей карьеры на льду, они получают очень хорошую пенсию. В зависимости от того, как ты играл, был ли ты победителем Кубка Стэнли. Но их не забывали. Но это прекрасно, потому что не во всех далеко видах спорта это, скорее, прекрасное исключение, чем правило, потому что вот в конном спорте, например, и во многих других, такой социальной защищенности у пожилых спортсменов нет. И вот не так давно, несколько месяцев назад, благодаря фонду «Ваня» мы сделали протезирование тазобедренного сустава олимпийскому чемпиону Николаю Павловичу Королькову, который в 80-м году выиграл для нашей страны золото в конкуре. И тем не менее, этот человек вот до того, пока фонд не подключил свои возможности, не мог позволить себе даже такую операцию по нынешним временам не самую сложную. Это спасибо вашему фонду. И еще одна непростая правда о благотворительности в России. Зачастую чью-то искреннюю помощь воспринимают, как намерение попиариться. Вот как преодолеть эту дикую парадигму? Действительно так и было. Особенно в 90-х годах организовывались различные общественные фонды, вроде бы благотворительные фонды. С благими целями. Да, да. И я участвовал, но не как, а участвовал как бы в концерте, который шел 24 часа, шел мост. То есть я работал там, естественно, бесплатно, естественно, без гонораров. Вот в 90-х годах это было очень развито, поэтому вот шлейф вот этого всех левых фондов, деньги оставались у этих организаторов, они исчезали, никто не получал денег. Даже на моей программе «Утренняя звезда» был случай, когда человек говорит, я хочу посидеть в жюри и свою премию дать тому ребенку, который мне понравится. Я говорю, конечно, с удовольствием. А что вы даете? Я дам денежное вознаграждение и дам грант на обучение, то ли где-то в Европе. Ну, достаточно дощедрый, да, и щедрый грант. Он вышел на сцену, дал какой-то сертификат ребенку, там все, и исчез. Я потом подхожу там к маме, родители этого ребенка, я говорю, ну, а как вы все... А он не объявился, он ничего не... Обещание осталось обещанием. Да, и увы, это было на телевизионном экране, и все поздравляли этого ребенка. Это очень печально. Это печально то, что и на детях умудряется делать всякие очень грязные дела. Очень грязные дела. Я понимаю, когда идет меценатство конкретного человека к конкретному детскому дому, конкретной больнице, конкретному онкоцентру. Деньги никуда не уходят. Вы абсолютно правы. Юрий Александрович, а как часто сейчас концерты благотворительные проходят? И как вообще эта вся внутренняя кухня устроена? Как артисты соглашаются на участие? На каких условиях? На каких условиях строится сотрудничество с площадкой, на которой проходит благотворительное мероприятие? Насчет зала я точно не знаю, но мне кажется, что зал не берет за аренду зала. То, что актеры работают бесплатно, это 100%. То есть эта тема благотворительности святая, и ваши коллеги охотно участвуют в подобного рода мероприятиях? В данном случае я говорю о себе, но уверен, что все мои коллеги поступают точно так же. У нас есть такое некое братье, что ли, братство такое, что если кому-то надо помочь, из актеров, не знаю, устроить ребенка в детский садик, я сейчас говорю, либо в какую-то клинику, он звонит, Юра, ты приедешь, выступишь? Да, конечно, а что вы сделаете? Это потрясающе. Мы очень надеемся с коллегами, что в нашем конно-спортивном сообществе такое же братство и такая же взаимопомощь постепенно сформируется, но, к сожалению, на это нужны терпение и время, чтобы некогда утраченные традиции благотворительности и милосердия возродить, как бы вновь привить в нашем профессиональном сообществе. Потерявший здоровье человек очень уязвим. Его можно легко задеть, некорректно задав, в общем-то, обычный вопрос. И многие из нас, даже имея желание помочь, не знают, в какой форме это можно сделать. Вот как вести себя с тяжелобольным человеком, чтобы не обидеть его своим участием? О чем можно разговаривать? А какие темы лучше обойти? Вправе ли вы заплакать или быть веселым? Вот мы не знаем. И это заставляет многих, потупив взгляд, ссылаться на занятость, откладывать посещение больного. Иногда именно из-за этого мы так и не успеваем сказать последнее «прости». Вот стоит ли благотворительным организациям, на ваш взгляд, вести в этой области работу, объясняя, как правильно общаться с больными людьми, чтобы помочь им в тяжелую пору их жизни? Мне кажется, вы правы, что, может, действительно, какие-то занятия с родителями или с теми людьми, которые общаются с больными детьми, да и взрослыми, собственно говоря, да? У меня своя позиция. Я прихожу, никаких слез, ты здоровый абсолютно, все нормально, давай посмотрим. Вот эта книжка, эта машина, да? Правильно? То есть, я стараюсь немножко приподнять ритм его жизни, ни в коем, ни в коем мере никак не скатываться на тему болезни. Да, в конце я говорю, я желаю, чтобы все было хорошо. Выздоравливай. Да, выздоравливай. Все будет хорошо. Верь в это. Ты будешь верить и будешь здоровый. Это я так. Может быть, у других как-то по-другому общаются с детьми, может быть, они правы. Я это никогда не думал, но так интуитивно вот у меня общение с этими нездоровыми детьми, оно такое, оно проходит так, нормально. Это не то, что я начинаю там что-то рассказываю смешное, хотя иногда, если что-то вспоминаю, и рассказываю смешное. Да, вот, к сожалению, отношение к больным людям в нашей стране имеет этот шлейф, шлейф такой, советский шлейф. Одно время даже люди стеснялись говорить, что они больны, стеснялись об этом заявить, а тем более публично, и получить помощь не рассчитывали. То есть, да, это, к сожалению, до сих пор еще пережитки этого остаются с нами. Но, тем не менее, тем не менее, мы работаем над тем, чтобы ситуацию как-то изменить в лучшую сторону. Она меняется, она меняется. Сейчас я вспомнил, года три или четыре назад была катастрофа в Хабаровском крае, когда наводнение было, все. И у нас телевидение, в том числе, ну, прежде всего, ведущие, сидели на прямом проводе. Нас соединяли конкретно с какой-то семьей, которая вот так вот в воде сидела, и мы поддерживали их разговорами. Как? Это Юрий Николаев? Да, это Юрий Николаев. Да, я за ним. Немножко отвлекали. Я говорю, что вот сейчас помощь будет. Это замечательная идея. Это была прекрасная идея, и я не помню цифру какую-то, но собрали очень много денег, очень много денег, чтобы помочь тем, кто попал в беду. Ну, это здорово. Да. Здорово и достойно восхищения. Юрий Александрович, ну, я хотела сейчас вам вот такой вопрос задать. Вы на пороге довольно серьезного юбилея. Да. И скажите, вот с каким настроением вы встретите свой день рождения, юбилейный день рождения? Надеюсь, что в хорошем настроении. Хотя сейчас, я думаю, побыстрее бы все это закончилось, потому что столько дел, столько всего. Работа предстоит большая, потому что будет большой концерт в Крокус-Сити-Холле, и именно 16 декабря, именно в день рождения, это все будет происходить. Концерт с моими друзьями, со звездами. нашей отечественной эстрады, и с моими бывшими малышами, которые сейчас уже имеют своих детей. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы все это прошло интересно, динамично. Я попытаюсь не влезать, потому что я знаю, если я только кого-то что-то там отвечу на поздравления, то это перерастет в ток-шоу, это будет никому не интересно. Я хочу, чтобы это было динамично, интересно и красиво. Ну, видимо, так и будет, потому что с вашим-то опытом и пониманием по-другому и быть не может. Будем надеяться. Конечно, но мы будем одни из первых, кто будет поздравлять вас с этим юбилеем. Спасибо. Что вы можете пожелать благотворительному фонду Ваня в его деятельности? Я желаю, чтобы фонд Ваня всегда был чистым и честным, как тот человек, в честь которого назван этот фонд. Юрий Александрович, дорогой, огромнейшее спасибо, что согласились принять наше предложение прийти к нам в благотворительный фонд Ваня и поговорить о традициях благотворительности и милосердия в России. Спасибо, что пригласили. И в миг дамчит к победе добрый конь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова